Без рат Ашем Есть ли какие-то отговоры Одна из вещей, это то, что я очень волнуюсь быть здесь И мое сердце полно любовью, когда я смотрю на вас И еще одна вещь, которую Дима сказал мне, это настолько велика Что нет никакой возможности обо всем этом рассказать в течение нескольких минут Но давайте начнем Между делом, у меня очень много материала, и вы можете видеть это Тоф, а мы пытаемся ответить на вопрос, кто мы в том юриде-мешихе в Исраиле Господь, прикоснись к нашему брату Это место, чтобы получить исцеление Я лично знаю, насколько тяжело он работает всю неделю Господь, я призываю тебя кружить его своей любовью Я знаю, что для тебя сложно понять и принять значение слова отдыхать Ты обязан Очень короткое свидетельство Как я пришел к тому выводу, что для меня это как для ученика Ишуа Быть учеником Ишуа и жить как еврей Я пришел к вере без какой-то связи с иудаизмом Я был хиппи в коммуне в Соединенных Штатах И видел Ишуа в церквях на кресте Вернее, я увидел сверхъестественное видение Ишуа на распятого на кресте И спустя первые годы Один день я прочитал из Нового Завета А вечерий Господний До этого я не понимал никакой связи между Заветами Просто увидел Новый Завет До того, как я увидел, есть небольшая история Я не был уверен в связи, что существует какая-то связь Но вдруг я кое-что понял Что вечеря Господня это была Лейла Седер Это был первый вечер на Песах Когда Ишуа и его ученики собрались для того, чтобы праздновать Песах Для этого ясно всем, но мне тогда это не было ясно И тогда я понял себя внутри Нового Завета Как я могу там побывать как евреи И что эти вещи могут идти вместе Это очень логично и совпадает И тогда я и моя жена стали праздновать все праздники Израиля И в конце концов мы сделали Алию и приехали в Израиль Потому что мы поняли, что мы евреи Мы знали, что мы евреи, которые призваны для того, чтобы жить здесь До того времени мы шли с Ишуа Но не понимали себя в этой картине как евреи Но с того времени, как мы прочитали Новый Завет Реину это жизнь учеников Если бы все прекратилось Мы ожидали того, что после того, как Ишуа умер и все И воскрес из мертвых, все бы прекратилось Тогда уже все закончилось Но в Новом Завете мы этого не видим Особенно в книге Деяний апостолов Они, естественно, жили как евреи И ничего у них не изменилось И в учении Ишуа Мы знаем, что во время того, когда Ишуа здесь был Нового Завета еще не было Не было написано Поэтому Ишуа своим источником учения взял Танах Более 60 раз в Евангелиях мы видим Что Ишуа цитирует Танах Словами Как мы можем понять себя Во-первых Я знаю Во-первых, это дело идентификации Мы семья Мы можем дышать Успокоиться Это не представление Я здесь для того, чтобы тоже научиться Нам нужно понять себя В рамках Торы Я свой Танах здесь положил На свиток Торы Это не случайно Мы не читаем Тору Потому что это была Такая приятная вещь С нашей историей Эти слова Мы должны их проживать И мы знаем Что на праздник Шавуа в Иерусалиме Когда появился Огонь Сниг На головах учеников И дух Они были помазаны Духом Бедаик Как же Что случилось В Хар Синай Я бы сказала Что есть ключ К нашей еврейской идентификации Это Заветы Бога Я хочу Еще раз Пройтись По этим заветам Возможно Многие могут сказать Для нас это повторение Итан Мы все это знаем Но это дает нам основу Я должен знать Где я стою Что у меня есть Прочная основа И я не должен Не перед кем извиняться В земле Израиля Или в церквях По всему миру За тот факт Что я праздную Свою веру в Иешуа Будучи евреем И вторая часть На сегодняшней проповеди Я буду так же Говорить Про тех Которые Не родились Евреями В стране Израиля И как мы Поклоняемся Вместе Вот эти заветы Я уже не буду Говорить про Адама И про Ноя Я сразу Переду Каврааму Я хочу Прочитать Кодом кул Меют Зайен Беберешит Я хочу Прочитать Из бытия 17 главы Псуким 7-11 Седьмого По 11 Стих Ацериха Тонна А А ОК Аз Хине Англит Вине Абрит Этбрити Тишмор Ата Взараха Ахареха Ледор Отам Зот Брити Ашер Тишмору Бени Лебенеха Увен Зараха Ахареха Химол Лахем Кол Захар Одесса Бонагин И я установлю Мой завет Между тобой Между потомками Твоими Во всех поколениях Как завет вечный И буду тебе Богом И всем твоим Потомкам И так же Всем твоим Потомкам Я вам дам Землю В которой Вы будете Как пришельцы В земле Хананской И Во владение Вечное И я буду Их Богом И сказал Бог Аврааму И Если Сказал Авраам Богу Если ты будешь Хранить Мой завет И твои потомки Через все Поколения Это мой завет Который Вы будете Хранить Между мной И между Твоими Потомками Каждый Ребенок Каждый Ребенок Мужского Пола Должен Быть Обрезан КОЛА КАВОД ЗА БЛИТ ТЕКСТ В РУСИТ И ТИРГАМА МЕ АНГЛИТ Я ФЕ ОК А ЗА МАХАШУВПО КАМА ПАМИМ Важно Что мы видим Здесь такие Слова ВОВЕКИ ИЛИ ВОВСЕ ПОКОЛЕНИЯ И СЕМЕНИ ПОСЛЕ ТЕБЯ И МЫ СЕМИ ЭВРААМА И ИЦХАК И ИЦХАКА И ИАКОВА ВОВЕКИ И ЕСХЛАНУ ЗИХУТ ШЕ НОВАТ МЕАЗ И ЕСТЬ НА У НАС ИНДИФИКАЦИЯ КОТОРАЯ КОРЕНЬ ЙО БЫЛО ЗАРЖДЕН ЕЩО ТЕГДА И ВЫ ПОМНИТЕ ЧТО ГОСПОДЬ ОБИЩАЛ ЭВРААМУ БЛАГОСЛОВИТ ВСЕ НАРОДЫ ЧЕРЕЗ ЕГО СЕМЯ ШЕЗЕ МЕДУБАР И ЗДЕСЬ КОНЕЧНО ГОВОРИТСЯ ПРАЙШУА И СЕЧАС МЫ ПРЕХОДИМ В ЗАВЕТ ЧЕРЕЗ МОШЕ И ЗДЕСЬ У НАС ЕСТЬ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ С НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ Я хочу ПРОЧИТАТЬ 12 ШМОТ ПЕРЕК 12 ПСУКИМ 13 14 12 ГЛАВА 13 и 14 СТИХ 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 29 31 31 32 31 32 32 33 33 33 34 34 34 33 34 34 36 36 37 38 39 39 39 40 40 40 41 42 41 42 41 44 42 42 43 43 43 44 45 45 и не позавчера и даже не 2000 лет тому назад но 4000 лет назад мы продолжим кстати, мне очень понравилось что прочитал Дима на сегодняшней недельной главе что в конце 13 главы говорится про столп огненный и столп облачный что здесь Господь обещал нам быть с нами даже естественным образом и мои дорогие друзья нам нужно кое-что помнить и не забывать мы сверхъестественный народ просто это даже сверхъестественным образом получилось что мы выжили среди всего что нам удалось испытать тот факт что мы находимся в Израиле в Хайфе в 2017 году что опять возродился народ который говорит на иврите со всех уголков земли это просто чудо это буква в истории и мы являемся участниками этого это очень важно мы не знакомцы мы не чужие мы не чужие мы не отделились от народа Израиля так же как Иешуа и его ученики они были частью и внутренностью народа Израиля и не важно какое мнение существует на улице не важно что люди думали в истории что важно кого мы должны слушать у кого есть правильные ответы ну у кого Бог только у Бога и Он говорит нам кто мы кто я не нужно слушать людей которые не понимают возможно они обвиняют меня и возможно они говорят ты просто миссионер ты хочешь обратиться в наш народ в христианство но это ложь это ложь это неправда да я люблю того же Машеха которого любят христиане но через мою веру в Иешуа я не стал христианином я наоборот свое еврейство в нем обрел потому что когда я был неверующим я не праздновал ни в какие праздники я не понимал шаббат мне не важно было что я ем все ко мне пришло мой иудаизм пришел ко мне через Иешуа тот завет который Господь заключил с Давидом то что приводит нас к Иешуа теперь мы называем Шмуэль Бет мы прочитаем из второго царств Парк 7 Парк Зайн седьмой гглоби и и слуха Парк 7 Когда настанет твой срок И ты успокоишься с предками То потомка твоего родившегося от тебя Я поставлю царем после тебя И упрощу царство его Он построит дом имени моего Я укреплю его трон и царство навеки Я буду ему отцом Он будет мне сыном В Святых Писаниях мы видим Недостатки того Завета очень часто И не просто так мы про этот Завет Читаем в Деяниях Апостолов Потому что ученики Иешуа понимали Что Иешуа Он был сыном Давида И все пророки говорят о сыне Давидовом Каждый раз когда ты видишь имя Давид Здесь говорится о Масхеях И здесь это относится к тому отрывку Которому мы прочитали только что В Деяниях Которую мы будем разбирать после Поклонения Ученики спросили Иешуа В это ли время ты установишь царство Израилю? Почему они говорили о царстве? Какое царство? Олай мы думаем о Малхут Это что-то в шамеем Возможно мы думаем Что царство это какое-то Сверхъестественное царство на небесах В облаках Но в Новом Завете мы понимаем Что Господь собирается установить свое царство Здесь на земле и в стране Израиля Через царя Израиля Что было написано на кресте Иешуа Над его головой Малеха Царь иудейский Малеха яхудим Окей Я хочу завершить с этим Есть еще один Завет в Танахе Брит Новый Завет Брит Ходиша Неклон? В Иерамияу Ламед Ол. 31 В Иерамии 32 Есть кетър מאוד драматик 31 И это важно Ко-еудим месхихам Есть очень драматический отрывок И для нас месхианских евреев И те, которые к нам присоединились Это очень важно Что есть такое пророчество Я читаю с 30 стиха Глава 31 В Иерамияу Глава 31 Из первого глава Зот Зот Хабрит Ашер Эхрот Эт Бит Исраэль Ахре Из первого стиха Настану дни Говорит Господь Когда я заключу С Домом Израиля И Домом Иуды Новый Завет Не такой Завет Который я заключил С отцами их Когда взял их за руку И вывел их Из земли египетской Тот Завет они нарушили Хотя я был их Владыкой Говорит Господь Другой Завет Я заключу С потомками Израиля Говорит Господь Я вложу закон мой В сердце их И на сердцах Их начертаю его И я буду их Богом И они будут Моим народом Вот это прекрасная связь Между Торой И Новым Заветом Здесь говорит Господь Про нашу историю Которая также Находится в недельной Чтении То что мы читаем Про наш выход Из Египта Здесь Господь Говорит Я хочу укрепить Мои отношения С вами И вместо того Чтобы Тора Оставалась Нечто внешним Она будет Нечто внутренним Это было Послание Он сказал Я пришел Для того Чтобы показать Как жить И Тору Иметь в своем Сердце Потому что Тора Это не всегда Законы Нам нужно Изменить Наше понимание Тора Это Образ жизни Не то Чтобы я Когда что-то Нарушаю Из Торы Бог Меня сразу Бьет По руке Но Господь хочет научить Меня Как жить Особенно В земле Израиля Мы сейчас Завершим И наше время Вместе Я благодарю вас За то Возможность Что вы мне Дали И наше время